Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Всем приготовить пожарные гидранты и запасные выходы. В Анапе еще два объекта прошли проверку пожарной безопасности. Он сейчас там зимует. Вот надо везде смотреть вот эти укрытия все. Там его счищать, собирать. Мал клоп, да проблем много. В Анапе готовят меры по недопущению опасного насекомого на территорию района. Это изучение родного края, конечно же, патриотическое нравственное воспитание подрастающего поколения. Дошкольное образование нового уровня. В анапских детских садах намерены внедрять дополнительные услуги для всестороннего развития детей и подготовки к школе. Глава Анапа находится в рабочей командировке в Москве. Юрий Поляков в составе делегации региона, которую возглавляет губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, принимает участие в презентации экономического и инвестиционного потенциала края. В Торгово-промышленной палате Российской Федерации Юрий Поляков в своем докладе представил уникальный климатический инвестиционный потенциал Анапы, а также проект по созданию на Пионерском проспекте круглогодичного санаторного комплекса категории «5 звезд». Остальные подробности позже. В Анапе продолжаются проверки систем противопожарной безопасности на всех объектах массового скопления людей. Очередные учения прошли в кинотеатре «Мир кино». Проверка показала, внешне благополучный семейный кинотеатр имеет достаточно серьезное нарушение в плане пожарной безопасности. По легенде, во время киносеанса случилось возгорание. Первыми на помощь в таких случаях приходят сотрудники кинотеатра, но на этот раз такого не случилось. Уже с первых минут учебного пожара становится ясно – персонал не знает, как действовать при чрезвычайной ситуации. Проверяющим пришлось поискать ответственного за пожарную безопасность. К эвакуационным выходам, чтобы открыть двери и выпустить посетителей, также сотрудники не устремились. За них это сделали инспекторы. Один запасной выход и вовсе оказался закрытым. В это время к объекту уже подъезжают пожарные расчеты. Они быстро локализовали условный очаг возгорания. Но в оперативный штаб поступает новая вводная. В задымленном зале остался человек. К работе приступает звено газодымозащиты. Буквально через несколько минут пострадавший обнаруживается на задних рядах кинозала. Обнаружено один пострадавший. Все, работаем по эвакуации пострадавшего и по сообщению информации о скорой помощи для оказания помощи. Вся работа была проведена менее чем за 20 минут. Гораздо больше времени занял анализ ситуации и разбор очевидных ошибок, которые допустил персонал. Нарушение – это по действиям персонала у нас есть замечания. Это отсутствие работы. Видимо, это отсутствует и в инструкции. Мы сейчас про них проработаем, просмотрим действия персонала по эвакуации с другой стороны здания. Два эвакуационных выхода были открыты. Опять-таки двери были, вторые половинки дверей были закрыты. Ищи колды при эвакуации, их не откроешь. Причем отсутствует там персонал. Еще одна эвакуационная дверь, которая находится выше по залу, была заблокирована. И при эвакуации возможности ее открыть у нас не было. Мы проверили систему пожаротушения, внутренние пожарные краны, она работает, вода есть. Персонал показал, что может подать воду, организовать тушение. Но есть вопросы персонала, у нас есть вопросы. С работниками ГИОЧС я буду обращаться к ним, чтобы они дали такого специалиста, который все замечания, которые есть, выявил и написал нам, что нужно сделать для устранения всех этих недоработок с нашей стороны. Сейчас проверяющие работают с документами и должностными инструкциями. По итогам проверки будет вынесено предписание с указанием всех недочетов. К слову, руководство кинотеатра заверило, что работа над ошибками уже начата. Руслан Душевский, Анапа-Регион. Проверку прошел еще один объект – торговый центр «Алиса». Там тоже не обошлось без недочетов. Как говорят пожарные, руководству есть над чем поработать. Специалисты уже дали соответствующие рекомендации. Красный флаг – условный огонь. До этой точки на втором этаже должна дотянуть рука в пожарная команда. Сини-зелеными флажками обозначают задымление. Двухэтажный торговый центр расположен в курортной зоне. Проектная вместимость – порядка 130 человек. В сезон, как говорят его руководители, он бывает заполнен примерно на две трети. Этот пожарный выход не закрыт. Еще один на первом этаже – в районе поста охраны. В общей сложности на крышу и на улицу ведут 9 выходов. Тревожный момент действительно оказался тревожным. По словам руководителя, вчера он специально приглашал специалистов для проверки. Все работало. В итоге оповещение, а также вызов на пульт диспетчера сработали примерно с минутной задержкой. Спустя еще 4 минуты прибыли пожарные. Их встретил персонал. Их задача – рассказать, что случилось, и помогать специалистам. Согласно вводным, на крыше оказались два человека. Чтобы они смогли спуститься, развернули автолестницу. Рукав подали от пожарного гидранта, который находится поблизости. Он в рабочем состоянии. А так проверили напор в гидрантах внутри помещений. Указали на то, что на пути рукава не должно быть препятствий. Отметив, что охранник умеет использовать оборудование. Пока идет тушение, специальная команда обходит помещение в поисках тех, кто не успел выбраться по каким-либо причинам. Таких не оказалось. Хотя в целом у пожарных возникли вопросы к тому, как отработал эвакуацию персонал второго этажа. Инструкции изучат, чтобы внести в них коррективы. Ситуацию мы оцениваем действия персонала и системы поищения эвакуации удовлетворительными. Есть над чем работать, есть определенные недостатки. Не критичные, но они есть, и над ними администратор должен поработать. Помимо срабатывания с задержкой, не было звука сирены, только речевой информатор. Вероятнее всего, проблемы с настройкой. Некоторые таблички, обозначающие выходы, должны светиться ярче. Эти нюансы небольшие, они исправляются в течение одного дня. Нюансы, которые сегодня выявили. Нынешняя внеочередная тренировка для пожарных не первая, и далеко не последняя. Проверки будут проходить в крупных торговых и развлекательных центрах, социальных объектах, здравницах. Руководители смогут трезво оценить свою готовность, а огнеборцы получат дополнительный опыт. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. С правилами пожарной безопасности знакомят и самых маленьких анапчан. Но в игровой, доступной для детей форме. В детском саду номер 10 поставили мюзикл по мотивам популярной сказки «Кошкин дом». Правда, с иной концовкой, но не менее поучительной. Сначала все как в оригинале. Хозяйка-кошка, состоятельная особа, у которой есть привратник Василий, затеяла новоселье, куда пришли соседи. Коза с козлом, петух с курицей и другие звери. Также из высших слоев. Они не без зависти восхищались роскошью дома, пока кто-то в разгар веселья случайно не уронил свечку. У Маршака дом сгорел вместе с добром, а кошку приютили бедные племянники, которых она и на порог не пустила. В постановке все иначе. Имущество спасли пожарные, а для хозяйки это стало уроком. А чтобы вам не оказаться в опасности, учите правила пожарной безопасности. Во-первых, дети знакомятся с жанром мюзикл. В игровой форме познают и знакомятся с правилами пожарной безопасности. Также дети с удовольствием принимают участие и откликаются на наши предложения. С ними проводились тематические беседы, то есть была предварительная подготовка к данному мероприятию. Дети были знакомы с ситуациями, были знакомы с запрещающими знаками. Также принимали они участие в спортивных соревнованиях «Я пожарным стать хочу». Дети замотивированы, они сами отталкиваются от своих идей, а мы идем за детьми. Сценарий участвует в городском конкурсе обучающих программ «Огонь – опасная игра». В нем принимает участие 26 детских садов муниципалитета. При этом анапские пожарные профилактическую работу проводят во всех без исключения детских дошкольных учреждениях. По поручению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в Анапе создан координационный центр по борьбе с опасным насекомым, который может нанести большой ущерб сельскому хозяйству. Речь идет о коричнево-мраморном клопе – карантинном вредителе, который, кроме того, что весьма плодовит, еще и достаточно всеяден. Так выглядит взрослый коричнево-мраморный клоп. Вредитель был завезен из Америки, поэтому не имеет естественных врагов в нашей местности. Насекомые пожирают более ста видов растений, в том числе плодовые деревья и ягоды. Клопы активизируются с наступлением тепла. Тогда их можно заметить на стенах зданий и окнах. В Анапе пока ситуация спокойная, но угроза на пороге. Колония клопов уже обнаружена в соседнем Новороссийске. Буквально позавчера в очаге, который фиксировался уже с конца прошлого года, смотрели, как клоп перезимовал, отковырнули штукатурку, и там их просто огромное количество. Там их даже не десяток и не сотни, а практически по тысячу. Ну и вот чтобы не допустить такую ситуацию в Анапе, естественно, мы привлекаем внимание жителей города, жителей всех населенных пунктов к тому, чтобы вовремя обнаружить этот объект. По словам специалистов, осталось чуть больше недели до того, как клоп начнет массово активизироваться. За это время необходимо найти их укрытие и уничтожить колонии. Взрослые особи не восприимчивы к яду, поэтому лучший способ – механический. Вот именно сейчас, в настоящее время, пока он находится в паузе, вот, значит, под досками, там, на чердаках, там, под сайдингом, то есть он ищет укромные места на зимовке, и он сейчас там зимует. Вот надо везде смотреть вот эти укрытия все, там его счищать, собирать там веником, пылесосом или еще каким-то образом и уничтожать. Он уже уничтожить, там или сжечь, или раздавить, или, ну, любым образом уничтожить. Ну и, конечно, проинформировать администрацию, там наши телефоны везде есть. Росельхозцентр, Росельхознадзор, вот, все информировать, потому что, если вот его оставишь, он будет размножаться дальше в геометрической прогрессии. В Анапе ситуацию держат под контролем. Для этого создан специальный координационный центр. Выездные комиссии проводят проверки дворов в сельских поселениях, ведут разъяснительную работу с местными жителями. В центр вошли у нас все структуры. Это ветеринарная служба, это Россельхозцентр. Вошло наше управление сельского хозяйства. Дополнительно у нас организованы штабы на территории всех 10 сельских поселений. На территории Анапы пока не установлено таких фактов. Но мы продолжаем работу в данном направлении и занимаемся этим вопросом плотно. Коричнево-мраморный клоп будет активен до октября. Как показывает статистика, в Анапе пока не было допущено ни одной вспышки. Сотрудники Россельхоза надеются, что и в этом году город-курорт сумеет дать отпор вредителю. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион. Воспитанники детского сада «Виктория» будут углубленно изучать историю Кубани и казачества. Дошкольное учреждение стало площадкой для реализации регионального компонента «Родина моя Кубань». Это уже второй проект. Последние три года «Виктория» работала в направлении государственного общественного управления. О его итогах учреждение читалось в формате дня открытых дверей. Проведение мероприятия совпало с днем рождения сада, поэтому для детей, родителей и других гостей устроили настоящий праздник. Маленькие дошколята демонстрируют свои творческие способности, развитые в том числе и в стенах этого сада. В «Виктории» не один год работает система дополнительного образования. Есть кружки по вокалу, хореографии, английскому языку, и за студией, даже секция по плаванию. В городском управлении образования считают такой подход перспективным. Детские сады сегодня должны быть не просто местом присмотра за детьми, а площадкой для получения дополнительного образования и всестороннего развития ребенка. Не всегда мама или папа могут вырваться с работы, отвезти ребенка в какой-то центр развития. Мы организуем на базе дошкольных учреждений дополнительные кружки, дополнительные секции. Родители с удовольствием откликаются на это, потому что удобно. Ребенок находится целый день в детском саду, он получает и общее дошкольное образование, и дополнительное образование, не выходя из этих стен, тем самым родители спокойно могут работать, а дети развиваться. Три года на базе детского сада реализовывалась инновационная площадка модель государственного общественного управления. Теперь ее место займет новый проект «Родина моя Кубань». Это изучение родного края, конечно же, патриотическое нравственное воспитание подрастающего поколения. У нас есть кубанская горница, то есть мы на занятиях по кубановеднию знакомим детей с традициями родного края, с обычаями, но прививаем, наверное, любовь к своей малой родине. Кроме того, 18-й сад стал первым и единственным в Анапе, где открылись казачьи группы. В этой горнице дети наглядно изучают культуру и традиции предков. Горница разделена на две части. Эта часть создана, горница в том виде, в каком дети могут ее представить, какой она была в старину. А эта часть как бы музейная. Здесь экспонаты, здесь уже дети видят костюмы казаков, женский, мужской. Есть какие-то игры, есть предметы, изготовленные кузнецами, потому что ремесла у казаков в старину были самые разнообразные. Пока в Анапе дополнительные кружки работают лишь в четырех детских садах. Но в планах подобную систему дошкольного образования внедрить и в других учреждениях. Но для этого необходимо пройти определенную процедуру для получения разрешения на ведение дополнительных услуг. В городском управлении образования работают над этим вопросом. Ольга Родина, Ксения Сипко, Роман Беркалеев, Анапа-регион. К Радонице автобус до кладбища будет ходить чаще. В целях подготовки ко дню поминовения усопших со 2 по 14 апреля движение автобусов по маршруту номер 11, 12 микрорайон городской кладбища будет осуществляться ежедневно в соответствии с утвержденным расписанием движения. Весна – время перемен не только в природе. Люди часто в это время хотят внести что-то новое в окружающее пространство, сделать ремонт, обновить мебель или полностью поменять интерьер. Для этого на помощь анапчанам, как всегда, готов прийти магазин «Алмаз». Он предлагает самые уютные решения для дома, квартиры или дачи, а также интересные предложения для владельцев гостиниц и пансионатов. Магазин «Алмаз» на улице Толстого хорошо знакомы анапчанам и гостям курорта. Все для сада и огорода, для стройки, ремонта можно найти здесь. Интерьерные решения представлены также в огромном ассортименте. Более тысячи видов обоев – бумажные, виниловые и флезелиновые, причем цены, что называется, на любой кошелек, начиная от 125 рублей за рулон. Обои как производители Германии, так и России, Украины и Белоруссии. Набирает все больше популярность фотообои. В «Алмазе» их более 100 видов, а также свежие решения для стен. Так называемые «жидкие обои» – шелковая декоративная штукатурка из экологически чистых материалов. Эстетичный и практичный вариант. Большой выбор из сопутствующих товаров – клеи, молдинги, изделия из полиуретана. Сделать акцент и дополнить интерьер яркими деталями можно с помощью картин. Здесь их великое множество. Большой ассортимент товара, цены достаточно доступные. Есть еще выбрать, поэтому в одном магазине можно найти практически все, что нужно. Добавит дома уюта качественная сантехника. В «Алмазе» можно найти все для обустройства ванной комнаты стильно и комфортно. Это и огромный ассортимент санфоянса, унитазы, умывальники, мебель для ванных комнат, зеркала, а также мойки, фитинги, запчасти для душевых кабин и расходные материалы. Отдельной строкой можно обозначить смесители на любой вкус, как обычные, так и выполненные из искусственного камня. Очень большой ассортимент у нас в районе полторы тысячи смесителей. И на кухню, и на омывальники, и для смесителей, для фильтрованной воды. Представлен у нас в основном заводской. Китай – это такие марки, как «Фрапа», «Зигор», то есть латунные смесители, запчасти комплектующие. Ну и чешские смесители – это очень известная в Анапе марка «Лемарк». Они давно себя закомендовали. Все предложения представлены в наличии. Действует система скидок. Мне нравится и расположение магазина, что он в центре города находится. Не приходится ехать куда-то далеко. И то, что он универсальный. Здесь все можно найти. Отделы сантехники и обои магазина «Алмаз» находятся по адресу Анапа, улица Толстого, 138. И также во дворе действует бесплатная парковка для покупателей магазина. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витяз» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров – отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. Витязь. Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова